Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Сергея Лана Антонова за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов. Какой смысл мы закладываем в слова, когда говорим, что лес – наше богатство? Думается, что представления о нём у каждого из нас примерно одинаковые. Это не только среда обитания, залог экологической опасности, безопасности, основы экономической стабильности страны, но и бесценный дар природы. Но есть у леса главный враг, в борьбе с которым ежегодно гибнут тысячи гектаров зелёных массивов. И причиной этой беды зачастую становится человек. Чтобы поговорить об этой проблеме, о ситуации в пожароопасный период, мы пригласили в студию прямого эфира следующих собеседников. Это руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Ксения Александровна Рахматулина. Добрый день! Добрый день! И инженер охраны защиты леса и якустского лесничества Мария Джамбуловна Борисова. Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Давайте начнём, наверное, нашу беседу с того, что 23 июня на территории нашей республики был введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. И вот какова оперативная обстановка по последним данным? Сколько пожаров действует на территории республики? Сколько гектаров пройдено огнём и сколько пожаров потушено? Пожалуйста. По оперативным данным авиалесоохраны на территории региона у нас сейчас зарегистрировано 159 природных пожаров. За сутки ликвидировано 14. На тушение привлекалось 1740 человек и 147 единиц техники. Также было задействовано 40 патрульно-контрольных групп, по результатам которых проведены инструктажи свыше 300 граждан о мерах пожарной безопасности и нахождении их в лесах. Мы говорим о том, что у нас сложился четвёртый и пятый пожароопасный класс опасности. А вот от чего он зависит и вообще как складывается это понятие? Класс пожарной опасности складывается из климатических особенностей на территории определённого района. То есть велика ли вероятность выпадения осадков на территории этого района. Если стоит засушливая жаркая погода в течение нескольких дней, соответственно, класс пожарной опасности будет повышаться, если осадков не предусматривается в течение недели, двух недель. То есть сейчас у нас на территории республики установлены четвёртый и пятый класс опасности, это самые высокие. Осадки у нас незначительные, то есть они в основном проходят в центральной группе районов и также на юго-западе Якутии. Сейчас под угрозой, скажем так, наши северно-арктические районы, где установилась также аномальная жаркая погода, как и в прошлом году. То есть люди сталкиваются с последствиями. То есть природой стихии уже прошли грозовые фронта на территории республики. Соответственно, увеличивается количество природных пожар именно по причине грозовых разрядов. Хорошо. Что входит в полномочию управления пожаротушения? Управление пожаротушения и проведение аварийно-спасательных работ – это одно из подразделений нашего главного управления. Если говорить именно о работе в период пожароопасного сезона, то заблаговременно специалисты проверяют сводные планы тушения каждого района по ликвидации последствий происшествий чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными или природными пожарами. То есть у нас есть понятие еще земляных категорий. Наши специалисты проверяют эти планы, то есть утверждают и уже сводят в общий сводный план республики Саха-Якутия. В дальнейшем он уже направляется на утверждение в правительство республики Саха-Якутия. Также уже когда наступает пожароопасный сезон, в вежесуточном режиме специалисты данного управления проводят мониторинг, то есть следят за обстановкой, запрашиваются, если пожар действует более трех суток, запрашиваются от лесничеств планы тушения, то есть какие действия ими принимаются, проверяются, есть ли необходимость увеличения группировки. То есть просматриваем полностью координацию сил и средств. Как мы уже сообщали, у нас дважды в день проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности правительства республики в 8 утра и в 5 вечера, где совместно с правительством региона мы заслушиваем отдельные районы, кого-то ставим на особый контроль, где-то решаем переброску сил и средств, куда дополнительно отправить людей, где уже нет необходимости. Например, пожар же нужно локализовать в течение трех суток, потом уже его дают на локализацию. Если в течение трех суток пожар не локализован, значит, туда в обязательном порядке нужно усилить группировку. Если же люди смогли локализовать пожар в течение трех суток, то уже необходимости нет большой группировки, и эту группировку могут перенаправить в другой ближайший район или на другой пожар. То есть вот эти вопросы, вот эти моменты как раз-таки решаются на заседаниях комиссии. — Мы в средствах массовой информации видим сообщение о том, что местные жители также привлекаются для тушения пожара. — Да, это в обязательном порядке. Местное население привлекается в соответствии с 69-м федеральным законом о пожарной безопасности и последними изменениями, которые прошли на уровне Российской Федерации. Недавно были приняты, нанесены изменения у нас в Вилтумен, тоже о законе пожарной безопасности республики Саха-Якутия. На основании законодательства местное население несет ответственность в местах, где оно проживает, где оно отдыхает. И в случае возникновения угрозы, ну не угрозы, да, возникновения пожаров, они привлекаются к тушению. Я хочу акцентировать мнение, что первые пожары, которые у нас произошли на территории региона, они начали происходить из-за сельхозпалов или кто-то порубочные остатки поджигал, чтобы скрыть следы преступления вырубки леса, да, в своих частных целях. Курение на охоте. Это все первые пожары. То есть вот в этот весь месяц, мы, полтора даже месяца, да, полтора месяца, это все пожары из-за человеческого фактора. Например, две недели назад, ну сейчас точную цифру не скажу, две недели назад именно по сельхозпалам конкретно смотрела, было по республике официально установлено 14 сельхозпалов с виновными лицами, 10 из которых были в Эмиконском районе. То есть, понимаете, да, 14 на всю республику, официально уже доказанных, то есть приняты меры административного воздействия, и 10 только в одном районе. Каким образом, вот, например, ведется расследование, каким образом мы узнаем о том, что тот или иной человек, например, виновен в пожаре? Я знаю, что вот у вас есть группа дознания, кроме того, наверное, МВД у нас присоединяется к этой работе. Давайте вот об этом механизме немного расскажем. Это очень сложная работа, я хочу сразу сказать. То есть наши специалисты совместно со специалистами лесничества, совместно с органами внутренних дел, при необходимости даже с органами прокуратуры республики, они проводят дознания, расследования по пожарам. То есть это опрос практически всего села, грубо говоря. Если есть возможность, у нас развивается такая система, как АПК «Безопасный город», то есть это установка камер. То есть, например, вот в Миге на Конголасском районе эта система работает, то есть они ее специально, как раз таки администрация ставила для того, чтобы отслеживать, скажем так. Где-то на дорогах есть камеры видеонаблюдения. То есть это большой сбор информации, и потом специалисты уже подключаются, то есть проводится анализ по времени нахождения людей, по времени пожара, то есть с какого момента он начался. То есть при необходимости могут даже подключать снимки с космомониторинга. То есть, как вы знаете, у нас на территории республики есть свой мобильно-приемный передающий комплекс. То есть сейчас мы съемки с космоса получаем напрямую, а не из Москвы или из Владивостока, да. То есть сокращается время у нас до полутора суток получения необходимой информации. И также, да, там можно засвидетельствовать, то есть нахождение людей. А уже в дальнейшем ведется расспрос. Все-таки здесь даже, если мы говорим про районы, про отдаленные села, здесь уже на совесть граждан. Потому что каждый житель села понимает, из-за кого произошел пожар. Они не будут скрывать этого человека. Потому что, ну, сами представьте, да, что под угрозу пожара попадает ваш дом, ваша семья, ваши дети. Почему? Это очень большая ответственность, конечно. Это большая ответственность. И никто не будет укрывать этого человека. То есть особенно, если знают. Поэтому, как бы, большую роль играет, естественно, местное население, которое тоже следит, наблюдает, кто куда выходит. То есть лес, да, чем там занимается. Ну и на данное время, я знаю, что уже несколько уголовных дел, да, заведено? Да, уже заведены уголовные дела на виновников. Да, ущербы у нас значительные. Более 4 миллионов уже причинен. Это уже установленный, причиненный ущерб лесному массиву. То есть уголовные дела у нас возбуждаются именно по причинам, по лесным пожарам. То есть, как я говорила, есть понятие природные пожары. Лесные входят в эти природные. То есть ущерб высчитывается не от травы и кустарника, а именно от лесного массива, который был уничтожен огнем. Мария Джамбуловна, мы знаем, что на территории города Якутска запрещен выезд граждан и автотехники в леса. Какова вообще обстановка в наших лесных массивах? И есть ли у нас статистика вот по прошлогоднему пожароопасному сезону, да? Сколько лесов у нас пострадало во время пожара? По статистике, прошлогодний и нынешний год там сейчас более уменьшился ущерб, чем в прошлом году. Сейчас обстановка в лесах, но население у нас уже так одумалось, да? Уже не выезжает там, все по правилам. Ну, уже сейчас въезд и нахождение в лесах уже запрещено, так как уже там шлагбаумы закрыты, все инструктаж проведен, беседы проводятся, рейдовые мероприятия, все походим и проверяем, которых сейчас более осознанно относятся к лесам. Хорошо. В целях защиты пожара вот у нас есть основные способы, которые применяются в лесу, да? Это... Это минерализированные полосы и очистка вот... Вот, например, арендатор. У него так участок по всему участку он очищает все это. От возгорающих там сухой травы, там неважно, как мусора очищает и вокруг своего участка делают минерализированные полосы шириной полтора-четыре было. Сейчас уже делают на 10 метров. И населенных пунктов тоже сейчас идет такое... Вот решение этих населенных пунктов, которые близлежащие к лесным массивам, они находятся уже... Вот притык уже, территория находится. Нужно, чтобы еще 10 метров была эта минерализированная полоса. Так мы решаем сейчас вопрос. Если вот ведется сейчас ЧС, они хотят, чтобы срубить все это, вот, 10 метров леса. Но по лесному кодексу, наверное, она в зеленой зоне находится, поэтому запрещается вырубать каких-либо... Не должно вот умещаться, да? Поэтому решается вопрос. Если введен ЧС, то если признан, что этот лес находится в чрезвычайной ситуации, можно его вырубать и уже потом минполосу. Хорошо, мы договорим об этом в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас небольшая рекламная пауза. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о проблеме сохранения лесов от пожара, о ситуации в пожароопасный период, а также о том, какие технологии приходят на помощь тем, кто работает над сохранением леса. Я напомню, что гости нашей студии сегодня это руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якуте Ксения Александровна Рахматулина и инженер охраны защиты леса Якутского лесничества Мария Джамбуловна Борисова. Дорогие друзья, напомним, что наша программа выходит в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, мы продолжаем нашу беседу о том, какие способы защиты нашего леса существуют. Вот мы говорили о минерализованных полосах, да? Кроме того, у нас просеки есть, да? Да, существует. Годовой план для Якута здесь ресурс выполняет противопожарные разрывы, называется. Это просеки вдоль, вот, врубаются определенной протяженностью просеки, чтобы защитить лесные массивы от пожаров, чтобы остановить их, да? Также существует вот при пожарах сжигать, вот, как? Проводится отжиг, отжиг, да. Проводится специальный отжиг, то есть ежегодно это тоже в соответствии с планами. Да, практикуется. Да, специалисты лесоохраны направляют нам заранее, это заблаговременно. Я всегда акцентирую внимание, что как только мы закрываем один пожароопасный сезон, мы сразу начинаем готовиться к следующему году. Поэтому специалисты лесоохраны направляют нам заранее планы на следующий год, в какой период, где, то есть, исходя из климатических особенностей региона, будут проводиться палы. Это профилактический пал. То есть, если сельхозпалы у нас запрещены, то есть местным населением, здесь палы проводятся уже специалистами. То есть, это необходимо делать с целью защиты лесов. То есть, они отжигают. С цилизированной техникой и специально обученным людьми уже проводятся эти профилактические выжигания сухой травы. И также есть еще отжиг, так называемый, во время пожара, говорю. Встречный пал. Чтобы вот именно пожар, вот встретились, и все, уже там остановился лесной пожар, и все. Площадь там, да, конечно, увеличивается, но это необходимая мера. Также есть взрывные методы. Например, вообще, как никак не пройти техники, человеку, да, в труднодоступных местах это получается. И проводится тоже совместно с... Я недавно в социальных сетях встретила вопрос. Люди не понимают, как огонь может уничтожить огонь. Ну, кто у нас учился в школе, понимают, элементарные законы физики. Объясняли, да, еще в школе? Да, я хочу все-таки акцентировать на этом внимание все-таки для наших радиослушателей, может, они тоже не знают. А дело в том, то, что есть такое понятие, как треугольник горения. Каждый его угол, это источник зажигания, среда, и непосредственно, что у нас горит. То есть среда у нас это, по сути, кислород, если мы говорим о диффузионном горении. Мы исключаем один элемент, и горение не может существовать. Поэтому, когда огню нечего проходить, огонь дальше не перекинется. Вот здесь, я вот каждый раз, когда смотрю, наблюдаю за встречным палом, конечно, я восхищаюсь специалистами лесоохраны, потому что это очень опасное и сложное на самом деле действие. То есть специалисты рассчитывают направление ветра, причём не просто направление ветра, да, которое у нас там по прогнозе погода идёт для обычных обывателей. Да, оно изменяется тоже. Они отдельный, отдельный прогноз делается, расчёт, и причём, мало того, нужно в определённый момент именно поджечь, потому что должна создаться тяга. То есть лишение кислорода должна создаться тяга, то есть огонь будет притягивать друг другу к себе. То есть если ты раньше зажжёшь, то у тебя может получиться, что ты пол пустишь на себя. Если позже, то просто вообще не спасёшься, даже не убежишь. И вот поэтому специалистам приходится именно подбирать время, определённый момент, когда необходимо это сделать. Это очень сложно. То есть действительно, как бы я восхищаюсь вашими специалистами, потому что такую работу проводить. А у нас встречные палы, особенно тампонский район, проводили. Там очень труднодоступные места. Да, были очень сложно. Я смотрела видео, конечно, это вот как фильмы, знаете, из фильмов пустапокалипсиса, то есть люди в дыму уходят. А вот какие новые технологии всё-таки у нас появляются для тушения пожаров на сегодня? На сегодня, но всё равно сейчас... Пока мы работаем по утверждённой, да, по утверждённой работе, то есть это у нас, конечно же, ручные работы. Особенности нашего региона таковы у нас большие площади, большие расстояния, труднодоступность мест. То есть десантники-парашютисты работают, куда вообще невозможно проехать даже на технике. Только с самолётом. Только с вертолётом. И, ну, вы представьте, да, в лесной массив люди, десантники спрыгивают. То есть это настолько, ну, вот удивительные специалисты, удивительные люди. Поэтому для нашего региона как бы не характерны какие-то новые эксплуатационные испытания, потому что у нас очень сложный регион с точки зрения пожарной опасности. И площадь большая. Да. Если, конечно, кто-то в Центральной России или же в зарубежье разработает новую методику, я думаю, наш регион с радостью встретит на эксплуатационные испытания. А так, в принципе, это тяжёлая техника, тракторы, то есть работают бензопилами, лопатами. Ну, пока это основное. Ещё, кстати, можно такой момент несу. В социальных сетях постоянно пишут то, что с РЛО уходят, да, люди не понимают, как с РЛО, то есть это же такая маленькая, как говорится, ранец, да, вот, как им можно тушить. То есть, ну, что вы смеётесь, показываете. Дело в том, то, что, как я уже говорила, что это отдалённая местность, что это сложно доступная местность. Да, рядом даже не может быть водоёмов. То есть специалисты, что лесоохрана, что наши подразделения, когда задействуются, вплоть до того, что из луж набирают воду. Потому что мало окопать, например, да, то есть надо всё равно очаг немножко заглушить. То есть, понятное дело, ты его не ликвидируешь, но, как мы говорили в начале передачи, самое главное — это локализовать. То есть именно открытый огонь удержать. И дальше уже не будет проблемы с последующей ликвидацией. То есть в три дня специалисты должны успеть локализовать. Это самое главное. Давайте теперь немножко расскажем о возможностях самолёта МЧС, о механизме тушения пожара, сколько литров или тонн литров одновременно самолёт может вылить на место пожара. Ну, одновременно, как бы это по-разному в зависимости от ситуации. То есть, как вы, наверное, видели на видео, то есть он забирает воду, пролетая над водной гладью. То есть тоже создаётся эффект воздуха, то есть где производится забор. Сейчас уже Би-200 у нас работает во вторую неделю, ну, именно активно. Также до этого у нас работали два вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами. В целом за время работы авиации МЧС России слиты уже более трёх тонн воды, основные районы, где они работали, это Тампонский, Сунтарский, Верхневилюйский и Нюрбинский. Вот, допустим, за прошлые сутки в Нюрбинском районе именно самолётом Би-200 было слито более двухсот тонн воды. Авиация, чтобы вы понимали, невозможно затушить с помощью авиации пожар. То есть всегда должна работать наземная группировка. То есть мы работаем в совокупности, то есть со специалистами лесоохраны. Наш самолёт пролетает, скидывает воду, ну, как говорится, локализуется определённый очаг, не пожар, именно очаги, короткие очаги, и потом уже дальше должны работать наземной группировки. Поэтому понятие для людей, что согните сюда несколько Би-200, пришлите там с Москвы несколько самолётов, оно неверное. Это не поможет. То есть поможет только совместными усилиями. Да, авиации совместно с наземными группировками. У нас телефонный звонок поступил. Давайте его прием. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Это Иванова Зинаида из Якутска. Дело в том, что в любой работе, в любом деле есть такое понятие профилактики, вот профилактика. Вот профилактика. Что вы делаете с целью профилактики? Это одно. Второе. Я вот, насколько себя знаю, с 80-х годов слышу пожары, пожары, пожары. Это вот, посчитайте, с 80-го года сколько лесов сгорело. Это наши лёгкие. Скоро вообще не будет хватать нам кислорода. Наверное, в масках будем ходить. И ещё. У меня сестра живёт в Финляндии. И вот там, говорит, вообще пожаров у них нету. Такой суматохи, такого каждый день не нагнетает. Вот пожар, пожар, как у нас. А у нас только каждый год, как май, начинаются пожары. Это что такое? Мне кажется, никакой профилактической работы не ведётся. И вообще, вам надо съездить. Ездят или нет наши пожарники с целью в другие регионы. Ну вот хотя бы в Финляндию съездили. У них с шести часов утра уже летают самолёты. И говорят, сверху фотографируют машины, номера машинов, которые едут в сторону леса. Вот как у них работа поставлена. Я думаю, совмещу сразу ответы на первый и на второй ваш ответ. Конечно же, проводится профилактика. Давайте ещё один телефонный звонок примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Вершеневрюзская зона. Да, сегодня Вершеневрюзская является одним из, ну, все внимание республики находится на Вершеневрюзской, да, в вирусных группах районов. В зоне начальника управления образования Вершеневрюзского района мы сегодня вот организовали, вопрос такой будет. Вот пожары, почему происходит? Потому что сельскостпалы не производятся. Особенно вот сельских местностей и особенно вот Вот предыдущий звонок был, особенно в мае месяце. В мае месяце у нас сезон охоты. Но, к сожалению, пожары, мы знаем, кто вот, ну, так скажем, человеческие факторы виновников нашли. Вот судят, да, административные дела заводят. Поэтому надо произойти, все-таки спало максимально осенью. У нас по республике какие планы на этот сезон. И хочу поблагодарить работников, ну, всех вот МТС, пожарников. Сегодня очень много человек работает не только с района, из Якутии, но и с других регионов. Вот приехали, и вот самолеты работают. Спасибо за поддержку. Хорошо. Давайте коротко, у нас буквально две минутки. Давайте совмещу первый звонок, первый, второй вопрос. Конечно, профилактика проводится. То есть заблаговременно наши специалисты, специалисты лесоохраны. Ежесуточно, как я говорила в начале программы, у нас работают патрульно-контрольные группы. В них входят специалисты лесоохраны, наши специалисты, администрация, органы внутренних дел. То есть выявляются нарушения, кто запрещен, ну, сейчас запрещено находиться в лесах, соответственно, возбуждается уже административное производство. Людям разъясняются требования. Мы проводим информирование. Я, как руководитель пресс-службы, могу сказать, что я лично отправляю видеоролики, рекомендации гражданам, пишем статьи, тоже делает Министерство экологии. Мы в постоянном взаимодействии друг с другом. Ну и выездов за границу, кстати. Если мы говорим про заграничный опыт, давайте мы не будем сравнивать страну, которая находится в арктической зоне, и какая у нее площадь, и нашу республику, которая регион самый крупный в стране. У нас другая специфика. То есть мы подбираем специфику под особенности своего региона. А с шести утра у нас борта и так летают. То есть работа у нас, на самом деле, ведется невидимый фронт, но тем не менее он есть. Хорошо, дорогие друзья, сейчас нас ждет небольшая рекламная пауза, после чего мы вновь продолжим нашу программу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Ежегодно в последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Традиционно в этот день технопарк Якутия проводит республиканскую выставку «Саха Инновейшн», на которой демонстрируются новейшие разработки и достижения в области науки и инновационного бизнеса. И сегодня у нас в гостях один из участников мероприятия, резидент IT-парка, чей проект можно увидеть на онлайн-выставке, директор предприятия ООО «Ранга» Егор Алексеевич Мандаров. Здравствуйте. Добрый день. Напоминаем, что наша программа выходит в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Итак, каковы основные идеи выставки? Расскажите нам об этом, пожалуйста. И вы становились в предыдущие годы ее участником? Да, что касается основных целей выставки «Саха Инновейшн», конечно же, это является в первую очередь популяризация научной деятельности, инновационной деятельности, чтобы люди шли заниматься какой-то деятельностью именно в сфере IT и науки. То есть популяризировать, показать, что имеется на данный момент у тех людей, которые уже задействованы в этой области. И, собственно, как-то так. Что касается участия, мы в первый раз... Вообще наш стартап появился в 2019 году, и в этом же году мы приняли в первый раз участие. Уже не помню, какую номинацию мы выиграли, но что-то взяли. Да, и в прошлом году тоже, да, вот уже перешли на онлайн-формат, как и в этом году. И вот взяли номинацию, если я не ошибаюсь, за лучшее оформление, по-моему, что-то вот такое вот. То есть в этом году вы уже участвуете в третий раз? В этом году мы участия не принимаем. Да, вот приглашали в качестве просто на открытие, то есть просто вот уже как более-менее такие опытные, так скажем, да, вот участники поприветствовать и пожелать удачи участникам нынешней выставки. Ну, Сахай Новейшн 21 уже начала свою работу в онлайн-режиме, да? Вчера состоялось уже открытие, да? Что там происходило? Немножко расскажите нам об этом. Вы присутствовали? Так, к сожалению, меня не было, да, но могу сказать, что, в принципе, формат сильно мероприятия не меняется, и помимо открытия, ну, открытие-то, в принципе, ну, как и везде, наверное, то есть там приветственные слова, то есть и пожелания удачи, там и так далее, то есть что касается моего мероприятия, там всегда проходят очень интересные лекции, проходят различные мастер-классы, и к тому же проходят различные еще и мероприятия, которые, ну, немножко, можно так скажем, ну, в рамках, да, то есть выставки Сахай Новейшн, допустим, сегодня, например, состоится очень, ну, пожалуй, наверное, одно из самых интересных мероприятий, которые я сам буду обязательно смотреть, и призываю всех остальных тоже это подключиться, это защита проектов акселератора B8, пятый поток, сегодня состоится в 7 часов вечера, будет вестись прямая трансляция на YouTube, ссылки все есть, по-моему, вот, ну, можно найти вот на сайте sahanovation.ru. — Наши телезрители и радиослушатели каким-то образом смогут принять участие, вот, например, в работе выставки? — Ну, по поводу именно принять участие, наверное, уже, скорее всего, нет, потому что, ну, надо было, наверное, чуть-чуть заранее, да, зарегистрироваться, а так, конечно же, да, послушать, посмотреть вот именно все вот эти лекции, мастер-классы и так далее, то есть это, конечно, прям, можно даже, даже, наверное, нужно, то есть, ну, интересное мероприятие в целом. — Оно, кстати, да, вот тоже, ну, я не знаю, может быть, интересно, потому что вот как раз-таки день науки, ну, да, вот, и рационизатор, он у нас проходит практически в одно время с эссехом Туймады, то есть совпадает, и в этом году вот проходит уже девятая выставка, и до, получается, 20-го года она у нас проводилась в онлайн, в оффлайн-формате, уже прямо там же, вот, на местности Юсхатын, то есть у выставки отдельно здесь свой тюльге, то есть и вот там уже вот... — Павильон, где можно было ознакомиться, например, с новыми разработками. — Приезжали, да, все участники, вот они ставили, вот, и показывали, ну, на демонстрацию свои проекты, и можно было посмотреть, поговорить с ними, вот прямо напрямую, то есть было очень интересно. Ну и онлайн-формат, в принципе, тоже предоставляет достаточно большое количество возможностей. — Количество участников проходит? — Количество участников, да, да, вот в прошлом году, если я не ошибаюсь, возможно, может быть, даже ошибаюсь, но именно количество просмотров вообще вот именно всех активностей в этой выставке составило, по-моему, более трех тысяч человек. То есть и смотрели не только вот с территории вот республики, ну, еще и вот с других регионов нашей страны. — Это действительно очень здорово. И хотелось бы услышать, конечно же, несколько слов о вашей компании, когда она появилась, что является ее основным продуктом, вообще над какой проблемой вы работаете? — Ага. Так, ну, наша компания появилась, ну, можно считать, в 2019 году. В этом же году мы поступили и выпустились с первого потока акселератора B8, стали резидентами IT-парка, и, собственно, мы занимаемся разработкой мобильного фитнес-трекера бегового, называется Runway Zippy, и он, собственно, предназначен для тренировок бега. То есть и в отличие от всех остальных продуктов, которые есть сегодняшний день на рынке, он у нас сильно очень отличается тем, что в нашем приложении есть виртуальный питомец, это котик, его зовут Zippy, и он, собственно, выступает в качестве тренера и мотиватора для своего пользователя. И самое главное, что он у нас полностью зависит от действий самого пользователя, то есть если человек у нас постоянно занимается, то есть регулярно не пропускает. То котик доволен, да? Котик, да, хорошо выглядит, он счастлив, он стройный, там сам по себе спортивный весь такой. И, соответственно, если человек начинает пропускать тренировки, то он начинает сначала, он грустит, потом он, естественно, набирает веси, он может там совсем уже этот, и в самом конце он может впасть в кому. То есть его, именно так скажем, жизнь, его деятельность полностью зависит от самого пользователя. Можно сказать, что какой-то вот спортивный тамагочи. Очень интересная действительно разработка. Вот откуда появилась мысль именно тамагочи взять на вооружение и совместить его вместе с мобильным приложением. Это идея нашего партнёра, то есть коллега Пётр Лукачевский. То есть он тоже сам занимается спортом. Ну тоже нельзя сказать, что он профессионально, но на таком любительском. И я думаю, что, наверное, проблема, в принципе, наверное, знакома многим. Бывает такое то, что у тебя есть желание, ну, в одного вид заниматься спортом, ну, не очень, так скажем, интересно. То есть всегда интереснее, когда есть какой-то компаньон, либо друг, там ещё с кем-то можно будет как-то поделить. Либо тренер, который постоянно заставляет тебе что-то делать. Да, не всегда бывает так, что рядом с вами есть кто-то, то есть зачастую приходится заниматься одному. Ну, и вот Пётр, он в очередной такой тренировке подумал, что было бы неплохо хотя бы виртуального себе какого-нибудь, не знаю, компаньона, друга, который был бы рядом всегда, то есть мотивировал как-то, поддерживал и так далее. То есть вот так и зарядилась идея того, что тамагочи можно взять, ну, как, ну, именно механику, то есть саму можно использовать в качестве какой-то вот основы для того, чтобы вот именно сделать тренировки ещё как-то, ну, чуть-чуть интереснее и веселее. Кто основной потребитель вашего продукта? У вас ведётся какая-то статистика, наблюдение? Да, конечно, да, 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 само собой. За, получается, вот с 19-го года то, что мы вот уже работаем, то есть мы изначально, конечно, проводили Customer Development, это вот исследование нашего потенциального пользователя. и вообще в целом, на самом деле, вот уже за вот эти, сколько, за два с небольшим, ну, митциду, сколько, двух лет ещё нет, но за это время мы выяснили, что нашим приложением вот очень интенсивно, так скажем, вот пользуются именно девушки, молодые девушки, свели это к тому, что, видимо, какой-то материнский инстинкт всё-таки здесь действует, то, что именно всё-таки у женщин именно это чувство больше проявляется, именно чувство вот оберегать кого-то, защищать, заботиться о ком-то, то есть вот как-то так, то есть бывает, что мужчины, парни, вот как только вот знакомятся с нашим приложением, сразу говорят, что я хочу, чтобы он был толстый, и специально вот именно доводят его до такого состояния, но и как-то так, то есть и, ну, в общем, да, вот именно девушки и женщины являются нашей основной целевой аудиторией, но мы также, да, не забываем про проблему ожирения детей, это, кстати, у нас по всей стране очень достаточно-таки большая проблема, и у нас есть ещё и программы тренировок, именно, которые разработаны специально для детей. Они у нас вообще... Это дети в основном школьного возраста, ты думаешь? Да, да. У нас вообще в целом вот есть, присутствует, да, вот достаточно большое количество программ тренировок самых разных, то есть это и просто для того, чтобы поддержать своё, ну, здоровье, да, вот именно в тонусе своё тело держать, либо для того, чтобы похудеть, либо вот подготовиться, там, к марафонам, там и так далее, то есть человек может выбрать любую другую программу, которую себе хочет, и начать уже заниматься. Они у нас разработаны, да, вот совместно, естественно, с практикующими специалистами, в том числе и с мастерами спорта, получается, по лёгкой атлетике. — Я знаю, что в 2019 году вы стали грантополучателем фонда «Содействие и инновации» на разработку алгоритмов именно когнитивно-поведенческих технологий в мобильном приложении. Вот очень интересно, что это за направление, и вообще, насколько оно развито у нас в республике? — Так, насчёт республики, вот я, кстати, даже, наверное, это сказать не смогу. — Может быть, вы пионерами в этом? — Ну, нет, на самом деле, если сказать простыми словами, то когнитивная поведенческая психология — это больше, наверное, это, знаете, вот такие вот именно взаимодействия между, собственно, продуктами и самим пользователем. Можно сказать, в данном случае это геймификация. То есть превратить именно вот такую, наверное, какую-то рутину или какой-то процесс в игровую форму. — Да-да-да. — То есть поощрять и награждать пользователя вот за какие-то выполненные его действия. То есть, и, собственно, вот очень простыми словами, это и есть именно вот механика вот когнитивно-поведенческой психологии. И действительно, да, вот в 19-м году вот во время мероприятия Startup Village в Москве мы принимали участие, вот, и, собственно, там и стали вот победителями и обладателем вот этого гранта, который у нас вот полностью ушел вот в разработку. — Ну что же, а несколько слов о внедрении вашего продукта в жизнь. — Да. Прямо сейчас наше приложение уже доступно для тех пользователей, для тех людей, которые вот являются владельцами смартфонов на базе iOS, то есть, ну, iPhone, получается, это уже можно будет скачать. Можно достаточно зайти в App Store, вбить в поиски название нашего приложения, Runway Zipi, и скачать уже начать можно будет пользоваться. Что касается вот Android-версии, вот прямо сейчас мы занимаемся его уже завершением, доканчиваем почти, там осталось совсем немного, и после этого уже планируем выход на страны Азии. — Ну что же, действительно, это будет очень здорово, я желаю вам дальнейших успехов. Дорогие друзья, это была программа Якутск Сегодня, сейчас мы говорили о выставке Саха Innovation. Всего вам самого доброго. До свидания.